Роман Александрович, доброе утро! Давайте, пожалуй, начнем с того, как создавалась кинологическая служба Росгвардии. Она создалась 21 июня 1909 года в городе Санкт-Петербурге. Открылся первый питомник, то есть первое кинологическое подразделение Департамента полиции. С этой даты мы начали праздновать День кинологических подразделений в МВД России и уже непосредственно во всех структурах. По каким направлениям ведется подготовка собак в Росгвардии? В Росгвардии ведется направление у нас минно-розыскная служба, патрульно-розыскная служба и караульная служба. Мы за кадром с вами уже, если позволите, за кадром уже с вами немножечко проговорили. По каким направлениям очень интересно узнать, какие породы собак работают в основном? Ну, как правило, минно-розыскная служба у нас, это немецкая овчарка, бельгийская овчарка, также выпускается с паниели. Патрульно-розыскная служба это тоже самое, бельгийская овчарка, немецкая, могут быть лабрадоры. Но все зависит от самого хозяина, как он предпочитает, какую породу, с кем ему легче работать, кого ему проще надрессировать. Ну, в этом плане-то и много критерий есть. С какого возраста начинается, можно приступать к дрессировке собак? С шестимесячного возраста. Еще будучи щенком, и начинается первоначальный этап подготовки, так скажем, базовые приемы. Это команда послушания, ну и впоследствии уже потом, когда собака начинает подрастать, уже видно, на какую службу она будет годна. Ну и потом ее уже переводят в ту или иную службу, в ростслужбу минно-розыскную, либо патрульно-розыскную. И с какого возраста они уже готовы заступить на службу? Или это все индивидуально? Это индивидуально, ну, как правило, до года, от года и уже пошло выше. Если говорить о процессе обучения, как происходит натаскивание собак на взрывчатые вещества и на наркотические вещества? Ну, все начинается, есть у нас много методик, но, как правило, пользуемся двумя-тремя. Это вкусопоощрительный, игровой метод, ну и метод принуждения, так скажем. Если возьмем игровой метод, то, как правило, с детства у собачки есть любимая игрушка, где непосредственно эта игрушка принимает активное участие в ее дрессировке. Что касается вкусопоощрительным, это сначала идет первый этап – корм. Закладывается корм, собачке показывает, где этот корм она запоминает. Ну и потом в последующем уже перекладываешь в любые другие места, и она с помощью своего острого нюха начинает поиск. В следующий этап – к корму добавляются имитаторы взрывчатых веществ, где в последующем корм убирается и остается только имитатор. Ну вот, разумеется, она уже потом начинает его искать. Так постепенно она уже… Скажите, а как собака дает понять, что она обнаружила тот самый предмет поиска? Своим сигнальным поведением. Все тоже индивидуально, все зависит от специалиста-кинолога, как ему удобно. Ну, как правило, это либо команда «лежать», либо «сидеть», либо… Лаи, возможно. Да, она замирает. Ну, если, предположим, она далеко от хозяина. Сигнальным своим поведением. Скажите, а если говорить о питомнике здесь у нас в Ханты-Мансийске, насколько он большой вообще? Много ли собак сейчас у нас здесь? Нет, у нас, так называемых питомников здесь нету в Ханты-Мансийске, есть места содержания служебных собак. Здесь у нас в Росгвардии всего 5 собак. А какие овчарки немецкие тоже едут? Немецкие овчарки и бельгийские. Скажите, сколько лет может прослужить в среднем собака? В среднем 8, но если в дальнейшем она еще дееспособна и может искать, работать, то еще продлевается на 2 года. 8-10 лет. Что с ними происходит потом? Они уходят на заслуженную пенсию, вы их забираете себе или пристраиваете куда-то в добрые руки? Да, разумеется, по окончанию службы она уходит на пенсию, потом специалист кинолог, который с ней работал, он забирает ее домой. Если нет такой возможности, то данную служебную собаку передают населению. Скажите, а бывают такие случаи, возможно, что собаку взял один специалист кинолог, щенком, натаскивал ее, обучал, потом по каким-то причинам ушел со службы. И бывает такое, что она с другим человеком уже не может сработаться? Или исключительно вот? Ну, такое возможно, но, как правило, собаку на питомнике уже изначально, с щенячьего возраста, дрессируют так, чтобы не было привязанности к одному хозяину. Потому что на питомнику у нас собак дрессируют одни, а потом приезжают представители кинологи с разных округов и непосредственно забирают этого щенка себе. И в дальнейшем уже продолжают его воспитание. Роман Александрович, пожалуйста, пожелайте, что бы вы хотели пожелать своим коллегам в профессиональный праздник? Ну, прежде всего, хочу пожелать крепкого здоровья, бодрого духа, успехов в службе, верных друзей. Ну, и чтобы все складывалось так, как непосредственно хотелось бы, в лучшую сторону. Скажите, я еще последний вопрос не могу не спросить. В День кинолога вы своих подопечных, своих питомцев вкусняшками угощаете? Есть такое, да? Есть такое. Также свои специалисты кинологи, своих собак поздравляют с днем рождения. Также дарят вкусняшки. Надевают колпачки. Колпачки, ну, бывает такое. Мясной пирог. Спасибо вам огромное, что пришли и рассказали, потому что вашу службу изнутри мы не знали, и это была действительно интересная тема. И вас наступающим праздником. Спасибо вам большое. Спасибо и хорошего дня. Друзья, с вами прощаемся. Вернемся буквально через... Не прощаемся, с гостем прощаемся. На две минутки, я хотел сказать, что мы прощаемся, вернемся через две минутки. А с гостем нам еще интересно поболтать за кадром.